В Саратове прошел 9-й епархиальный конкурс чтецов на церковно-славянском языке. Школьники демонстрировали свои умения читать молитвы и священное писание. С участниками конкурса пообщались наши коллеги. С каждым годом интерес конкурса чтецов только возрастает. В этот раз в нем приняли участие около 100 человек от 7 до 17 лет. В основном это воспитанники воскресных школ и первославных гимназий. Я ходил в воскресную школу, и у нас были занятия по чтению на церковно-славянском языке. И там я и научился. Пришел и видел новые слова, но я никогда не ставил ударение в этих словах. И мне давали советы несколько раз. Я прям года три подряд не мог правильно ставить ударение в словах. И в итоге я все-таки научился. На иконах пишут по церковно-славянски. Мне было интересно, что это означает. Теперь я умею читать. Лучше всего у меня получается 101-й псалом. Перед началом конкурсных испытаний молебен в семинарском храме. Мы читаем слово Божие и слово о Боге. И поэтому ничего, что связано с каким-то греховным проявлением в нашей жизни, здесь присутствовать не должно. Кто-то чуть получше прочитает, кто-то чуть похуже, кто-то разволнуется и ошибется. Но это ровным счетом ничего не значит. Самое главное то, что вы пришли на этот конкурс, то, что вы проявили активнейшее желание принять в нем участие, то, что вы готовились, учились читать на церковно-славянском языке, на богослуженном языке нашей церкви, который позволяет нам прикоснуться к нечерпаемой сокровищнице богослужебной культуры православной церкви. Участников делят на четыре возрастные группы. На первом, отборочном этапе, они должны продемонстрировать свои навыки осознанного чтения утренних и вечерних молитв в псалтире Чистослова. На втором этапе найти фрагмент богослужебного чтения апостола, объяснить смысл того или иного евангельского эпизода. Но от покаяния тебе пришедшая вся в лица твоих другов вчинилась и единца и благословенный всегда, ныне и в бесконечной веке. Аминь. Ребята оценивают клирики епархии, руководители и преподаватели воскресных школ. Учитывается четкость произношения, темп чтения, достаточная громкость, постановка ударений, прочтение окончаний. Этот конкурс, он необходим прежде всего для формирования подрастающего поколения не только христиан, но и христиан именно умных. Тех, которые понимают текст богослужения, которые могут разобраться в молитвах, в тех мыслях, которые пытаются святые отцы нам через молитвы привнести в нашу жизнь. Жюри отобрало 16 победителей. Все финалисты примут участие в межепархиальном конкурсе чтецов, который пройдет 19 мая.